Шават шалом. Поздравляю всех с наступающим праздником Шавот, Днем Дарования Торы. Давайте пройдем Маймар, который был сказан второй день праздника Шавот в 1971 году. Тов шин ламут алиф. И сделай праздник Шавот Всевышнему Богу Твоему, действие пожертвования Твоих рук. Можно так сказать. Смысл этой фразы более-менее понятен. Сделай праздник Шавот Всевышнему Богу Твоему, дар действия пожертвования Твоих рук. Известны комментарии. До этого сказано было, считай, 7 недель себе и так далее. И в 50-й день будет праздник Шавот. Надо понять, почему этот праздник называется праздником Шавот, который идет после 7 недель. И именно происходит на 50-й день. Другие праздники, например, праздник Пейсах, ассоциируется с Мацой. Называется Хага Мацот. И праздник Сукот связан с понятием Сука, в котором мы сидим. То есть основное событие праздника напрямую связанное с его названием. Праздник Мацы – мы едим Мацу. Праздник Суки – мы сидим в Суке. А мы называем праздник Шавот, который называется Хаг Абекурим – праздник первенок. То есть первые плоды. Точнее, первый урожай новой пшеницы, который мы приносим в праздник Шавот. Мы помним, что 49 дней мы приносим старый урожай ичменя, снопы ичменя. 49 дней, 50-й день мы приносим новое урожай пшеницы. И получается, что сам праздник Шавот, он напрямую не связан с словом Шаво – неделя. Это 50-й день. Некая другая реальность, следующая реальность после подсчета семи недель. И эти семь недель уже пройдены. Объясняется в хасидизме, что подсчет семи недель так или иначе переходит в праздник Шавот. То есть есть 49 ворот, 49 ступеней, которые мы проходим, и переходим в 50-е ворота, которые выше, чем все эти 49 ступеней. То есть есть 49 ступеней, которые проходит сам человек, и есть 50-я ступенька, которая некратно предыдущим 49 ступенькам. Она, конечно, находится на другом уровне, чем предыдущие 49 ступеней. Более того, человек не может сам забраться на эту 50-ю ступень. И это делает Всевышний, подымая человека на 50-ю ступень. Сам человек не способен подняться на эту ступень. Если говорить таким образом, то праздник Шавот, он качественно выше, чем все 49 ступеней, которые мы проходим. Он находится на другой ступени, чем все предыдущие 7 недель. Таким образом, надо понять, когда говорится Всевышнему Богу Твоего, то есть праздник Шавот для Всевышнего Бога Твоего, то надо понимать, что это как-то связано с понятием Всевышний и Твой Бог. И когда говорится о том, что это некое действие пожертвований твоих рук, которые ты дашь, Раша комментирует, что это действие твоих рук согласно благословению, которое приходит тебе сверху. И это радость, и ты должен, как бы, тем или иным частью этой радости, это трапеза, которую ты устраиваешь. И речь идет в том числе о плодах, которые не являются святыми, которые являются будничными, то есть имеется в виду пригодами для того, чтобы ели другие люди. Таким образом, что есть, в принципе, много еды, и еда для животных, соответственно, если ты не можешь, если, например, много урожая пшеницы, ты не можешь принести этого из майсера, из десятины, ты не можешь принести это из какой-то выделения для Всевышнего, а именно как добровольное пожертвование из того, что может есть обычный человек. Именно холин. Холин – это то, что пригодно для еды людей, то, что освобождено от всех майсеров и так далее. И в каждой емтов, почему сказано, и так происходит в каждой праздник, почему мы говорим праздник Шевуот. То есть смысл этого вопроса в том, что мы вернемся опять к тому, с чего начали, праздник Шевуот, по идее, тоже после окончания всех Шевуот, после окончания всех недель. Это следующее событие после 47 недель, а мы его называем праздник недель. Если мы вообще говорим про этот праздник, что мы от него можем вообще учить какие-то принципы по отношению к другим праздникам, то у нас есть несколько разночтений, потому что, например, праздник Пейсах, который является основой всех праздников, то от Пейсаха мы учим некий принцип по отношению к другим праздникам. И почему мы называем это слово «массат», то есть некое действие, мы называем это слово «праздник» некими другими терминами, нежели чем у вас все другие праздники. То есть мы видим, что праздник Шевуот имеет некую принципиальную особенность от всех других праздников, как по сути своего названия, так и по принципу его проведения. Надо понять, что произошло во время дарования Торы. Мы знаем, что про отец Авраам знал Сутору и соблюдал Сутору до того, как она была ободана. И так же было у Искака Якова, как написано, что Авраам составился, сидел в Ешиве, Искак Авину составился, сидел в Ешиве, Искак Авину, про отец Яков составился, сидел в Ешиве. Мы знаем, что изучение Торы про отцами и выполнение заповедей было в несколько другой форме, чем мы это делаем сейчас. То есть можно сказать, что в мире была темнота, и про отцы, изучая Тору, приносили свет в этот мир. Написано, как Авраам, пока Авраам не стал изучать Тору, исполнять заповеди, мир был в темноте. И благодаря вам свет, божественный свет стал приходить в этот мир. Объясняется Мидроши, что свет, это Авраам, как сказано, засветит из Востока. И этот свет, который принес Авраам, про отец Авраам. И так же Яиц, как сказано, и про Якова сказано. Наши про отцы, посредством изучения Тору, исполнения заповедей, приносились в этот мир. И это была их основная задача, их основная миссия. И так же мы вправе сказать, что наши про отцы, принося свет в этот мир, они раскрывали волю Всевышнего в этом мире. И мы их называем про отцами, в том числе подчеркивая их уникальный вклад в освящение, в сущение святости и с точки зрения принесения божественного света в этот мир. И давайте разберем, в чем суть была служение про отцов до дарования Тори. Мы знаем, что Авраам шел и путешествовал, дословно говоря, в пустыню. То есть было даже написано в неком настоящем времени. И в этом смысл этой фразы, сказанной в Тори в настоящее время, есть намек, что он находится в постоянном движении в пустыню, которая намекает на правую сторону, а именно на хесед, милосердие. И хесед – это качество Авраама. Объясняется, что качество хесед, которое по отношению к Всевышнему, сказано, что Всевышний говорит, мне не нужно проявлять милосердие в этом мире, потому что мой раб, мой слуга Авраама, Авраам находится в этом мире и приносит качество милосердия в этом мире. И открытие качества милосердия напрямую связано с работой Авраама с этим миром. Он раскрывает в этом мире, постоянно раскрывает в этом мире качество милосердия. И когда мы говорим по отношению к сыновьям Авраама, то мы можем говорить, что Ицхак был проводником гвуры строгости в этот мир. Яков был проводник средней линии между хеседом, между добротой и строгостью, который назывался Тиферес. И Тиферес – это такое качество, которое объединяет в себя много цветов, много качеств, и строгость, и милосердие. И когда мы читаем про Авраама, что он прошел 10 испытаний, то это не просто преодоление испытаний, а это духовный подъем. Пока он пришел к полной гармонии, к максимальному духовному росту. И каждый подъем – это каждая ступенька. И в этом смысле 10 испытаний, пройдясь на 10 ступенек – это некая цельность, которую он достиг. Про Иц, как мы знаем, что он был беспорочной жертвой. То есть он был цельный априорий изначально. Он был некая жертва без ущерба. Про Якова мы знаем, что он был избранный из прорцов. То есть он объединял в себе достоинство своего отца Иска, достоинство своего деда Авраама. Он был некий гармонией, абсолютно гармонией, без уклона в хэсет или в гвуру, в строгость или в доброту. И служение их было... Их прорцов было совершенно, и они были колесницей Всевышнего. То есть людьми, которые проводили эти качества Всевышнего в нашем материальном мире. То есть Авраам – это качество милосердия. И проводил, соединял милосердие и миры с милосердием Всевышнего. Раскрывал милосердие и Всевышний в этом мире. Это никак не... Можно сказать, что это противоречит его фразе «я прах и пепел». «Земля и прах». То, что сказал Авраам. И... Можно сказать, что он проводил... И проводил в этот мир это качество милосердия. То есть он мог сказать, что «я прах и пепел» по отношению к источнику милосердия. Это находится в хэсаде мира целут, в доброте мира целут. По отношению к источнику милосердия, он говорит, «я прах и пепел». Я не дошел до совершенства источника милосердия. Не раскрыл, не поднялся до этого корня. И то же самое мы можем сказать, что Ицкак и Яков, они тоже в той степени источник их качеств в Гвури и в Тиферете, в строгости и великолепии мира целут. Там корень их активности в этом мире. И они раскрывали Гвуру, мира целут, и Тиферек мира целут. В принципе, когда мы говорим про служение всех творений в миссию, то мы говорим, что у всех творений есть некая задача, некая миссия, какой они раскрывают в этом мире. И у каждого творения есть своя миссия, неповторимая другого. Несмотря на то, что основа работы каждого творения, она находится в том качестве мира целут, который является его корнем, и они, все творения, имея корень в мире целут, тем не менее являются творениями миров Гврия и Церая и Сия. Так как мир целут – это творец, это внешняя часть творца, это творец, то творения, имея корень в творце, остаются творениями, раскрывая качества творца, которые они должны раскрыть. Но при даровании Торы произошло некое обновление, обновление мира. И это именно было дарование Торы, а не принятие Торы. То есть, когда дающий дает в руки, одаряющий дает в руки одаряемому. То есть, он дает неотъемлемую часть самого себя, и он дает не кратно тому, кому он дает, а кратно тому, кто дает. То есть, когда царь дает что-то бедняку, то он дает не кратная стоимость, как бы, ценности чего-то для бедняка, а царь гораздо тому, что он считает для себя ценным. Одаряющий дает одаряемому то, что кратно статуса одаряющего. Всевышний дает Тору то, что является для него ценным. Подарком, как бы, насколько это бы не было неизсоизмеримым человеком, которым дается. И Тора, как называется, это скрытая ценность Всевышнего, которая была в подарок. То есть, таким же образом заповеди, которые Всевышний нам дал, смысл которых мы не понимаем, потому что смысл заповеди только знает Всевышний, мы их исполняем, в общем-то, выполняем волю Всевышнего и соединяемся через заповеди Всевышнего, но смысл, как Тору, так и заповеди глобального Всевышнего. И в этом смысле мы только исполнительную волю. И можно прокомментировать таким образом, когда Моша Рабейна спрашивал Всевышнего, покажи мне свою славу. И Всевышний, ответь ему, и ты видел только мою заднюю часть, а лицо мое ты никогда не видишь, написано, что он им показал только затылок, Всевышний показал ему затылок и узел-тефелин на затылке. Но мы понимаем, что у Всевышнего нет никакого затылка, нет никакого узла. Тфелин на затылке – это духовные уровни, до которых Моша Рабейна мог бы приподняться, не более того. Но после дарования Торы у всех у нас есть тфелин. И мы можем видеть не только узел тфелин, на затылке можем видеть тоже самые коробочки тфелин на голове. И мы можем сказать, что после дарования Торы у нас появилась возможность видеть лицо Всевышнего, возможности, которые не было у Моша Рабейна, потому что если Всевышний одевает тфелин, если духовный уровень Всевышнего, который называется лицо Всевышнего с тфелин, оно так или иначе синхронизируется с нашим лицом, который находится с головным тфелин. И есть некая прямая связь. Подобавив Всевышнему, мы соединяемся с этим уровнем Всевышнего, который ему кратен. То есть это имеется напрямую духовная связь между человеком, одевающим тфелин, и тем уровнем Всевышнего, который называется Всевышний одевающий тфелин. Поэтому Моша Рабейна сказал, покажи мне свою славу. Я хочу видеть высший лик Всевышнего. То есть я хочу достичь этого уровня, осознать и понять его в аспекте видения. Покажи мне, дай мне достичь и осознать твой высший уровень. И Всевышний сказал, я тебе показал только свой задний уровень, более низкий духовный уровень. Объясняется в ликутае Торы, что Моша Рабейну удостоился видеть только уровень мудрости Всевышнего, одетый в уровне нецех годы сот, качество мира целут нецех годы сот. А посредством исполнения заповедей после дарования Торы, то мы соединяемся с уровнем желания Всевышнего, корона мира целут, который выше, чем мудрость мира целут. Желание всегда выше, чем мудрость. Таким же образом можно говорить про Якова, который брал эти палочки, скрещивал их, и животные плодились. И в духовных уровнях это разнообразие тех качеств Хеседгура, их ответвлений, которые он в себе соединял. Но это только прообраз, это только некое подобие этих духовных уровней, которыми он пытался соединиться. После дарования Торы, когда человек одевает тфелин, он и святость самих тфелин, она соединяет его с желанием Всевышнего. И это соединяет его с мудростью Всевышнего, потому что мудрость Всевышнего раскрыта в Торе. И человек, прикасаясь к мудрости Всевышнего, соединяет с этой мудростью Всевышнего. И к источнику даже, Раби здесь говорит, хохма Мира Целута, его источника в внутренней короне мира, внутренней части короны Мира Целута, самый высший уровень Мира Целута. То есть человек дотягивается духовно в смысле до этого уровня. Таким образом, логично, что мы говорим, что дарование Торы это был именно подарок. Но, тем не менее, Всевышний хотел, чтобы мы просли некую свою работу, чтобы дойти до уровня подарка. Потому что, да, мы не можем быть сосудом для дарования, для Торы, потому что сосуд в так или иной степени связан со светом. То есть мы не можем подняться до того уровня, в котором мы будем адаптивны и кратный уровень Торы. Но мы должны сделать свою подготовку для того, чтобы подняться до того уровня, в котором мы можем подняться, чтобы эту Тору принять. и что нас, как написано, увидел народ и затрепетал, то есть это тот битуль, которая подготовка к открытию предшествующего дарования Торы, обязательное условие к изучению Торы, это битуль и страх перед Всевышним, который должен сопровождать нас также и сейчас. Это то, что позволяет нам как бы убрать нашу материальную животную часть для того, чтобы мы могли соединиться с Торой. И ключевое событие, которое произошло в подрывании Торы, это открытие, которое, открытие Торы, которое выше, чем сотворенные миры. Открытие Тор с уровня Творца. Что Мош Раббин сказал, что Всевышний показал ему только свою заднюю часть, но как бы затылок, но не показал ему лицо. А после дарования Торы, посредством изучения Торы и исполнения заповедей, мы видим лицо Всевышнего. И наша работа для того, чтобы присоединиться, соединиться с этим уровнем Всевышнего, это наш битуль. В этом смысле праотцы могли только дойти до уровня как бы своих корней, своего источника. Как объясняется в книге Бегир, свечение, что мы говорили, что корень Авраама в Хеседе мир от Сулут, у Ицкакагура мир от Сулут, а Яков Тиферас мир от Сулут. И это максимальный предел, до которого они могли дойти. Потому что это был их уровень, их корня. У них не было Торы в том виде, в который они могли с ней соединиться. Благодаря познанию Торы до и дарования они могли раскрыть максимум корень своей души, который находился в этих уровнях мир от Сулута. И мы понимаем, что Тора, когда мы говорим, что Торы это мудрость Всевышнего. Всевышний дал нам свою мудрость. Это хохма мир от Сулут, который выше, чем качество. Мир от Сулут, чем хэль. хэсэд гуэль ки фэрэс. То есть, и мы можем сказать, посредством изучения Торы, мы как минимум соединяемся с мудростью Всевышнего, мы поднимаемся на уровень, который качественно выше, чем тот уровень, до которого доходили наши праоцы. это качества мир от Сулута. Мы поднимаемся до мудрости мир от Сулута. И более того, мы приходим до корня этой мудрости мир от Сулута, которая находится в внутренней части короны мир от Сулута. То есть, высший уровень мир от Сулута. И получается, что таким образом каждый год во время праздника Швот происходит некое обновление мира и дарование Торы вновь и вновь. Подобно тому, как было в первый раз. Как написано, и сделай праздник Швот. То есть, понятие сделай, это как будто он это раскрой Тору в этом мире, открой мудрость Всевышнего, хохму мир от Сулута в этом мире. Раскрой источник мудрости мира от Сулута. Это пневмитокетер, внутренняя часть короны мира от Сулута. И написано, сделай праздник для Всевышнего Бога твоего. И здесь слово идет хаг, хаг, он говорит от слова хук, это некая круг, это некое окружение, которое намекает на уровень короны мира от Сулута. И притяни корону к Всевышнему, Богу твоему. Богу твоему это как раскрой короны мира от Сулут в хохме мира от Сулут и в качестве мира от Сулута. И какой ключ к раскрытию Торы в этом мире это наш бетуль. Бетуль, который позволяет нам соединиться с Торой. То есть бетуль это самоустранение перед Сулута. Это убрать те низкие уровни внутри себя, которые не позволяют раскрыться Тори в этом мире. Это уровень служения в аспекте быкольма от Деха всем своим существом. то есть это обязательное условие к ежегодному раскрытию святости Торы в этом мире и ее корням. И интересно, что здесь Требер отмечает, почему называется наш праздник, это особенность праздника Шавод, но праздник Пейса и праздник Суход, которые были до дарования Торы, то в этих праздниках они называются Хаг, но не называются Мацад. То есть в этих праздниках до дарования Торы нету такой святости, как в празднике Шавод, потому что это до дарования Торы и, соответственно, нет такого битуля. То есть дарование Торы в том числе раскрыло у людей уровень битуля, уровень самоустранения. И для того, чтобы человек мог дойти до такого уровня самоустранения, ему тоже нужно благословение сверху, нужно такой статус мира, который позволит ему дойти до уровня полной битули. Поэтому мы говорим, что праздник Шавод, в нем находится такой уровень битули, который влияет на другие праздники, на праздник Суккотта, на праздник Пейсер. И что нас приводит к такому битуле, это исполнение заповедей, как в Пейсере, и сделай праздник Шавод. Сделай. Именно человек должен пройти свои ступени, в том числе и в битуле, в исправлении своих качеств. Одно из важнейших уровней их исправления это в итоге, чтобы человек пришел в битуль, как бы самоустранение перед Всевышним. И через это он раскрывает в себе сущность Всевышнего и соединяется с Торой и с ее корнем. Если человек имеет свое Я, то это является разделительной перегородкой между ним и Всевышним. Потому что его Я очень низко, оно как бы наличие самоощущения, оно не позволяет полностью слиться с Всевышним. Убрав свое Я, то, что называется словом битуль, убрав свое Я, человек полностью соединяется с тем, что он получает, с тем подарком, который дается. Таким образом, когда мы говорим про праздник Шавуот и сказано сделай праздник Шавуот, это приказание и в то же время уверенность, то есть что сделаешь праздник, что ты придешь к тому уровню битуля и к тому уровню принятия Тора, при котором у тебя произойдет соединение с этим Высшим Духовным уровнем, который спускается в этот материальный мир. То есть пройдя 49 ступеней, тебе спустится 50 ступень придет к тебе и Всевышний тебя поднимет на эту 50 ступень тоже так можно сказать. И тоже пожертвовать, вот это жертва, которая приносит из нового цапа пшеницы, из нового урожая пшеницы, это воспринимается тоже как дзока, от дзока это то, что является важнейшей формой исправления мира и основной путь по раскрытию мира Машииха. написано и будьте святыми и осветитесь и будьте святыми, то есть выполняя святую работу по освящению себя, мы притягиваем в этот мир святость другого порядка святость Торы и святость корня Торы, святость и вышли. И это приносит освящение этого мира и позволяет раскрыть в этом мире те искры святости, которые в нем были заложены, чтобы этот мир стал чистым и абсолютно святым. Вот такой Маймор, такая миссия, которая возложена каждому человеку, это уникальное событие, которое происходит с нами в момент дарования Торы. Поэтому я всем желаю принять Тору, как написано Бесимху Букниме, с радостью внутрь, чтобы мы дошли до этого уровня, который мы должны дойти, и Всевышний открыл нам 50-е ворота, ворота мудрости Всевышнего и корень этой мудрости. Шаббат Салом Хакцамре.